Книга «Открытым оком», 15 том, автор Игнатий Тихонович Лапкин, вопрос 1972. Иногда люди приходят к Богу через чтение книг по магии. Сейчас, после экранизации булгаковской выдумки, только и говорят об этом фильме. Но церковники дружно выступают против этого фильма. А вот через мастера и Маргариту кто-нибудь пришел к Богу? Ответ. Иногда люди приходят к Богу через что-то. Могу говорить только о свидетельстве людей в нашей общине. А значит, таких может быть и больше по стране. Бог силен и через волшебство натолкнуть на мысль, что если есть темные силы, значит есть и светлые. Так было с Киприаном Карфагенским. Зачитываю свидетельства, пришедших к нам. Я выросла в Чувашской деревне. У всех в домах были иконы. У моей бабушки по матери были религиозные книги. И она их часто читала. Мне тайна разрешала читать, но я ничего, конечно, не понимала. И вот в прошлом году была у тети в гостях и спросила ее об этих книгах. И оказалось, что она их сохранила. Книги уж очень старые. Псалтырь и Евангелие. Как-то Господь отвел меня. И я никогда не общалась с сектантами. И мне представлялась наша страна в основном православной. И о Христе, конечно, ничего не знала. И тем более о том, что Он мой Спаситель. Лет 15 назад прочитала книгу «Мастер и Маргарита». Тогда я не знала, что эта книга запрещенная в церкви. Там впервые прочитала про Иисуса Христа. И это меня поразило и встревожило. Стала искать, где бы еще о нем узнать. На работе у знакомых спрашивала. Дома на эту тему говорила. И все старалась узнать об Иисусе Христе. И вот однажды моя сотрудница Галина Сергеевна Черемнова услышала по радио и записала объявления о занятиях в политическом институте, в политтехническом институте. Я сразу же пошла на занятия. Со стороны детей препятствий не было. Некоторое время они также и ходили со мной. Им занятия понравились. Сколько звала Галину Ивановну с собой на занятия, она так и не пошла. А сказала, что это очень тяжелый и ответственный труд. На занятия пришла после Нового года, 1996 года. А летом крестилась в Потерявке. И вот в этом году будет 10 лет, как я в нашей общине. Слышу об объединении и тревоженном душе. Автор Борисова Валентина Павловна. Телефон 48-14-22 1 Маковейских 4.32 Наведи на них страх и согруши дерзость силой их, да будут они потрясены поражением своим. Когда обуял страх учеников, они воззапили ко Христу. Страх от пустосторонней силы нередко побуждает искать защиты у Бога живого и сильного. Матфея 14.26 И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. А вот душа пришла через человека, который связан с экстрасенсами. Привела и сама, больше не появлялась. К Вере пришла в 20 лет. Носила крестик и ходила по возможности в храм. Окрестила меня моя мама в 13 лет. Мочил голову Войтович. Об общине я ничего не знала. Казаченко П.И. Увидела объявление и позвала меня изучать Библию. Когда мы с ней пришли первый раз, то мы слушали, открыв рот. И нам очень хотелось побывать в храме, посмотреть, как все у них происходит. Когда я узнал, что мое крещение недействительно, что я не с Богом, я просто мечтала и старалась всеми силами, чтобы меня покрестили в озере. В общину я пришла в январе, а летом меня окрестили. И тут на место на меня навалилось житейские неприятности. Но Господь милостив все помог пережить. Я себя не чувствую одинокой в общине. У меня много сестриц и братьев, которые ни разу не отказали в моей просьбе. Где бы я была сейчас, и даже не знаю, как хорошо, что все это у меня есть. Я за все благодарю Бога. А если произойдет объединение с московской патриархией, то я не унываю. Я как хожу в свой родной храм, так и буду ходить. Конечно, я мало помогаю в своей общине. Хотелось бы больше, помоги мне, Господи, во всем. 2006 год. Свечникова Нина Николаева. 68-45-11 телефон. Псалом 15-3. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Псалом 26-4. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его.